Добрый день, уважаемые присутствующие! В канун Нового года мы пригласили в наш зал тех, кто своим упорным трудом достиг призвания и уважения односельчан. Труд — главная мера всех достоин, и самая высокая оценка труда, когда говорят «сделано на совесть». Любое дело требует усердия и мастерства, но только с мастерством приходит почёт. Почёт — значит призвание и уважение, выражение чувства благодарности и гордости за своих земляков. Нам всегда было и есть кем гордиться, и в первую очередь своими людьми с обычными биографиями, не звонкими, но трудовыми и честными. И держится мир именно на надёжных людях, в которых столько красоты и достоинств. Сегодня звание — почётный гражданин Ачинского района, решением Ачинского районного совета депутатов от 28 октября 2021 года удостоены те, чьи выдающиеся личные заслуги способствовали развитию Ачинского района, повышению его авторитета и престижа. Для приветственного слова приглашаются глава Ачинского района Пётр Якович Кохлов и председатель Ачинского районного совета депутатов Сергей Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пётр Якович Кохлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Александрович, условные знаки. У нас социальная дистанция. Всем добрый день. Василием Сергеем Александровичем, я всё не ошибусь, да, приятная миссия и очень почётная. В нашу замечательную плеяду наших почетных граждан мы убиваем еще троих граждан, безусловно, людей абсолютно точно заслуженных, абсолютно точно почетных, прошедших, так сказать, фильтрацию с самых низов, выдвинутые от людей, различные инстанции прошли. Все эти личные дела, характеристики, нигде никакой задоринки, препятствия, потому что этих людей принять как город почетных граждан нигде не увидели. Сегодня у нас в районе 25 почетных граждан, это число увеличится сегодня до 28. Безусловно, все люди очень активные, работают и с населением, работают и с депутатским корпусом, работают с администрацией. И вот эти люди, которые посвящают почетные граждане, они, безусловно, не только количественные, но и качественные, пополнят вот эту, как я сказал, плеяду. Я поздравляю вас, уважаемые жители, с вашим почетным званием, которое вам вручается, ну и желаю вам настоящей, хорошей работы, активной работы, и пусть она приносит пользу Ачинского района людям, которые живут на этой земле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, а я скажу более подробно. Один из кандидатов, вернее, один из почетных граждан, Ачинского района, я считаю, нет, так сам, сидите. Вот, Наталья Александровна воспитала и своих, и приемных детей, если я не ошибаюсь, в полиции 10 человек, да? Вот. Анатолий Александрович, да, вот, коротко, чтобы времени занимать, но кто был в прежнем Садзе, все его помнят. Вы не думайте, что там такой с промнякой сидеть, да? Вот эта скромность вам иногда выдавала на сессии такие, скажем, вопросы, то мы и затылок иногда чесали, иногда тупи становились. Но, рано или поздно мы их решали. Ну, и Сонкин Сергей, конечно, кто в спорте хоть немножко физкультурой участвовал, это тоже вот кандидат. Он провел много призов, я уже пояснял, то, что у меня почетная грамота, там, города Ачинска, города Красноярска, но представлял он Ачинский район. То есть не только спортсмен, он сегодня и труженик, работает в сельском хозяйстве. Ну, про Ильини Сергеевны я пока молчу, потому что это уже следующий будет вопрос. Поэтому я с большим удовольствием вас поздравляю. Я всегда хотел, что касается Анатолия Александровича, чтобы он именно был почетным гражданином Ачинского района. За его заслуги, за его директорство, за его мучения в его молодые годы, скажем так, и средние, за то, что он там строил и дома, и школы, и прочее, прочее. То, что делало нашу жизнь, наверное, счастливые времена. Спасибо вам. Переходим к церемонии награждения. Приглашается Сомкин Сергей Павлович, управляющий станцией директора общества ограниченной ответственности. Более 12 лет верен сельскому хозяйству, обладает большим опытом работы и практическими знаниями по внедрению новой техники и новых технологий. На протяжении всей жизни занимается спортом, участвует во всевозможных соревнованиях, имеет личный рекорд Красноярского края по рыбку дири. Первый твой орден, и есть не последний. На самом деле почетно. Условно можно. Условно можно. Условно? Да. Лучше безусловно, конечно, но ладно. Подарки не очень тяжелые, но тем не менее приятные. Приглашается Филиппов Анатолий Александрович, уроженец Дюлена-Борцы, Азинского района. Дюлена-Борцы, Азинского района, 1986 года назначен директором вновь образовавшейся совхоза «Преображенский», который за пять лет поставил рекорд, отстроив совхоз со всей инфраструктурой. Впоследствии Анатолий Александрович трудится директором Азинского хлебоприемного предприятия и директором Азинского хлебозавода. Приглашается Халтурина Наталья Александровна. Жительница Борцы, Азинского района, расписала 12 детей, добросовестный друженик и активный участник общественной жизни поселка. Возглавляет Совет ветеранов Причулынского сельсовета. В 2019 году награждена почетным знаком 85 лет Красноярскому краю, который был вручен губернатором Красноярского края. В 2020 году избрана депутатом Причулынского сельсовета. Спасибо. Спасибо.